Совсем скоро станет ясно, в каком направлении будет видоизменяться центральная набережная Волгограда. Конкурс проектов по ее реконструкции подходит к завершению. Кто автор каждого из шести представленных на конкурс эскизов, никто не знает. Для объективности их имена держатся в секрете. Голосование проходит по номерам проектов. Так разработчики одного из них предлагают максимально сохранить объекты исторического наследия. Стена Родимцева, музей Панорама и памятник воинам Волжской военной флотилии. Это явный плюс. В данном случае здесь будут мероприятия только по реконструкции и восстановлению этих объектов. Также предлагается сделать функциональное изонирование территории, предусмотреть территорию для городских мероприятий. В районе водоканальских сооружений, насосной станции предлагается разместить эстраду для проведения городских мероприятий и отдыха горожан. А вот запланированная колоннада напротив лестницы и организация многочисленных съездов и выездов на так называемую нулевую продольную. Вопрос спорный, отметили эксперты. В этом плане продолжение поперечных улиц объектами капитального строительства куда более удачная идея. Она представлена уже в другом проекте. В них авторы как раз предлагают сконцентрировать общественно-деловую часть набережной. Также там они предлагают как раз средства доставки населения с верхнего уровня на нижний. Там лифты, лестничные клетки, более-менее удобные такие пространства. И максимально сохраняют территорию набережной. То есть фактически набережная остается свободной. Сохранение всех объектов, которые там расположены, с максимальным процентом озеленения. Также решает транспорт в двух уровнях. Выставка эскизов по реконструкции Волгоградской набережной будет работать до вечера пятницы 10 августа.